Сидите в доме, тихо. А? Кевин. Угу. Может, хватит? Я просто... Я просто перекусить еще. Чувак, это не смешно, нихера. Вы говорите, а кто... Кто смеялся? Я когда последний раз вкупал? Ты поражу, а потом говори. Господи... Когда последний раз я кушал? Кевин, погоди. А? Звуки? Блин, они были не похожи на какую-то хрень, не знаю. На шипение это не было похоже. Это больше похоже было на какой-то огнемет. В смысле? Ну, на огнемет было похоже. Такой типа... Ну, ты не слышал, что ли? Я просто обкупал. Не, ну до этого, до последнего сообщения. Типа... Черт, я не знаю, Кевин. Похоже был на огнемет, но... Черт, я не знаю. Ну, а вот эти вот... Консервированные макароны с тушенкой... Вкусно. Это че было, блять? Эй! Тихо, хорош жрать, нахуй. Открывайся, давай. Так, погоди. Черт, кто-то пришел. Это... Нет, это понятно, что... Только давай без своих вилкой в глаз или в жопу раз, окей? Окей. Хорош жрать, чувак. Пошли. Слушай, ничего нету, там нет. Икота. Хороший, завязанный. Кевин. Черт. Как ты думаешь, это... Это он или... Оно? В смысле, он. Ну, этот чувак по рации. Возможно, это он. Я не знаю. Я не знаю, я не хочу открывать пока. Я... Он же сам писал, что они умные и разумные. Погоди, давай подойдем к двери и попробуем тоже засыпать его вопросами, как всегда. Только я говорю, давай без вилкой в глаз или в жопу раз. Мне бы... Окей. Открывайте, давайте быстрее. Эй. Эй, эй. Ты там? Черт. Чувак, это ты? По рации, который говорил? Я. Да, и я это. Как ты можешь это доказать? Я тебе не верю. Да, блять. Открывай, давай, я... Не, Кевин, я ему не доверяю, эту мать эту. Это, наверное, ты херотень. Блин. Ну че, а он у тебя? Блин. Слушай, а... Вилкой в глаз или... Стой, 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 заткнись нам. Чувак, мы... Я не знаю. Как ты можешь доказать? Просто... Твою мать, я... Я... Мы уже наебывались на этом случае. Я не знаю. Блин, ребят. Посмотрите в окно или еще как-то. Да... Быстрее. У меня мало времени, они уже близко. Быстрее. Не-не-не, пошел нахуй. Ты это... Чувак, ты ему доверяешь, скажи мне? Нет. Я тоже. Типа, блять. Будет не по-человечески, если его там убьют, но... И впускать какую-нибудь херню в дом тоже не хочется. Слать, ну... Не-не знаю. Погоди-ки. Эй! Чувак! У меня... Блять! Рука! Чувак там, все хорошо. Эй! Эй! Блять! Чё? Блять, чё-то у нас... Ч... Чё за херня? Походу... У него реально огнемет! Может, поможем ему? Просто... Чёрт! Чувак, надо что... Чё-то у него... Чё-то у него... Эй! Я не знаю. Чё-то всё утихло. Чё происходит? Кевин? Да открой, я не знаю. Открой, блять! Давай посмотрим. Я не... Да давайте, открывайте быстрее! Чёрт! Чувак! черт новые козлы я там мы чувак у тебя не поверили черты же ты же живучим охуеть живой человек чувак да вы успокойтесь может я тебя обниму кивин успокойся это мой сын отсталый друг вон немножко того давайте как-то посерьезнее что за херня здесь происходит чё это за огонь будет у тебя огнемец что ли да так я его просрал уже чувак стой погоди все эти записи это ты писал конечно ребят все вам адресовано вообще чё здесь я же вам говорил надо выбираться отсюда чего кого хрена о чем не послушали мы пытались мы слушай можно протянуть что-то проходит стоять этот вообще твой дом мы сюда пришли просто типа ты я не против я не против пойдемте тут почему тебя везде камины во всех домах горят 24 на 7 чтобы отпугивать или чё слушай эти твари я думаю вы уже поняли из моих записей из прочего они боятся огня да понимаешь я читал что вы с университете да слушай чувак насчет того что мы здесь мы не хотели здесь находиться на самом деле мы пытались всеми возможными способами сбежать но черт наш поезд не приехал мы мы приехали из-за этого придурка мы вышли из поезда что придурок то сразу а не за меня же мы здесь чувак ты уже извини ой все ты сейчас все на нервах это кстати кевин меня зовут джейкоб а ты меня крис завод будем знаком так вот мы здесь остались из-за того что наш поезд просто уехал из того что мы в том магазине там примерзла дверь или как-то не знаю она состряла типа того им черт мы здесь оказались да ребят не повезло конечно стой стой погоди я я слышал точно такой же голос как у тебя в одной из тварей она где-то 4 метра ростом было в доме я все понял ты про эту тварь да ты писал про нее в дневнике за нами следил как через тот телескоп что ли слушай да черт я не понимаю это это какой-то бред я понимаю что сложно конечно адаптироваться к этой херне которая здесь происходит но черт понимаешь я уже с ума почти схожу смотри дело в том что мы пытались даже идти по железной дороге но она обрублена сам с одной стороны понимаешь там просто ничего не там как будто хочу пришли какие-то и растаскали там же ты уверен то что ты видел вот 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 есть живой свидетель у него сейчас приступы неадекватности он просто немного социалфоб и не умеет ли с людьми разговаривать какой-то он немного странный но не обращай внимания привыкнешь черт что ты там делал на улице вообще ребят я боролся с этими тварями понимаешь я пиздец как я их ненавижу и все что я хочу это просто их тех нахер истребить это вообще что это что это за херотин ты ее называешь как в вен вендиго это что общий то есть как как она да понимаешь когда этого и они вообще были людьми они были людьми и от номера как вин дизель да нет в общем слушай просто они стали такими понимаешь из-за голода и да из-за голода и из-за этого они поедали друг друга там короче каннибализм все такое понимаешь стоп то есть как это я читал в первом доме смотреть помнишь но это же твой дом был да там где чердак еще наверху там снайперовая винтовка лежала мы ее взяли только ты это не серчай да ничего страшно ты там писал что ты предлагал там людям все там типы любую жратву но они ничего не хотели типа а потом потом ничего не стали такой черт чувак это все очень странно я не понимаю у меня башка от этого круга мы вообще это я тоже когда первый раз наткнулся на эту тварь я не хотел верить что это происходит очень со мной чем тронулся или что-то еще я не понимаю стоп тыс ты сейчас убил одну из них да я не знаю надеюсь что да как они умирают из ты их просто сжигаешь и все нет недостаточно понять сжечь огонь просто их как бы ослабляет что ли типа короче надо их еще добить для этого собственно и нужно оружие то есть смотри я мы были на лыжной базе с кевином и дам на чердаке была куча оружия ты пометил их все крестиком кроме сигнального пистолета который я выронил пока поднимался на тросе на фуникулере в смысле ну то я по черту ты как сюда под ты что ли лез сюда ну да я привык понимаешь я закаленный человек не ты понимаешь это я боюсь высоты дико а нас просто короче произошло такое ты не поверишь видел тому станции фуникулера которая внизу стоит там такие обломки это кабинка фуникулера в которой мы находились то есть понимаешь мы разбились мы падали где-то с метров 100 эта тварь залезла к нам на крышу раскачала нас и скинула ну и я я выстрелил ей промеж глаз но читать не знаю сдохла на или нет нет чувак она точно не сдохла но такое ощущение было что мы на нее упали там прям звук такой был как будто фуникулер прям как будто мозги проведет как будто мы не знаю словом раздавили и но черт кевин как мы выжили я помню мы ударились покатились все меня кинула без сознанку я проснулся уже внутри внутри того здания где генератор и все такое черт чего генератор сломался я не знаю там больше не вырабатывается электричество ничего я думаю мы поможем тебе все починить но черт нам нужно просто как-то добраться домой это мы нашли твою чистоту на рации и связали с тобой но черт там дикая буря на улице ты говорил сам мы не смогли только услышали только как-то с огнемета там херачил и сидите дома тихо слушай криса смотри вот ты писал своих записях то что типа они сюда не подбираются то есть к этой горе они сюда вообще не шагу так что они сейчас здесь забыли да я не знаю может вы их сюда привлекли еще чтобы почувствовали то что жрачки дофига что у нас ты вроде как одно тело а нас теперь трое может нас сожрать хотят просто и все возможно я не знаю как ты это стимулирует их что ли суп к как ты вообще видел процесс превращения в эту хрень типа это был человек это как как ну нет смотри я видел не совсем это я видел как со временем они что ли больше сильнее становились но вот конкретно как это происходит начальную стадию я не замечал не видел никогда вот и писал про то что они могут разорвать в клочья что-либо ну как они же они же худые твой мать они доходы и конечно но поверь они охренительно сильные на самом деле это так кажется то что худые стоп вендиго это вообще что это само вот это существо или или какой-то не знаю дух хую я что-то такое слышу вообще но что-то нет что-то не понимаю насколько я знаю это что-то вроде от индейцев пошло или я сам до конца не уверен надо побольше поискать информации стоп вот я кстати кое-что странное у тебя нашел у нас с собой был телефон кевина он уснул там что ли ну ладно фикс хорошо у нас был телефон кевина и у нас нигде не ловила на станции не ловила вообще нигде а потом телефон разрядился то есть вообще нет ни полосочки а вот мы пришли к тебе на гору и уж извини я не люблю выбрать чужой но это было очень 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 такая интересная штучка пошли я тебе покажу где она была пойдем смотри вот в твоем это так сказать личных хоромах вот вот здесь вот наверху на той лесенке лежала вон там наверху такая книжечка в таком чехле я ее открыла там был чертов кпк какой-то с картой с отслеживанием помню gps да как он ловит твою мать у нас телефон не ловит как 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 он ловит чипеста система глонасс я не знаю ну слушай как он ловит тут есть просто узнает как он ловит если честно я об этом не знаю да и возможно неважно черта вот смотри вот самое странное то что мы нашли у тебя это пожалуй снимки они довольно таки стрёмные были и как какой-то костюм джиггернаута в этой в лыжной базе но начнем костюм костюм это понятно понимаешь я же чем с огнеметом хожу зачем нет как защита от этих тварей короче поверь это может жизнь спасть если ты выходишь наружу туда короче стоп вот как ты сейчас защищался вот скажи мне я просто читал тебе что они не видят статичные цели то есть ты сейчас стоял просто или чего на самом деле сейчас я не просто стояла из-за того что как раз я запаниковал немного я думал вы мне откроете прости мы просто не знали мы один раз накололись на этом потому что мы я помню мы такие разговариваем в каком-то тоже точно это был твой второй дом второй дом который у железной дороги так вот мы там короче стояли читали твой дневник потом решили спать ложиться и нам постучали мы услышали какой-то голос такой он такой знаешь немножко странный тупой ну да вот и и мы подумали что это реальный человек потому что он отвечал на наши вопросы он даже ответил на дважды два спустя 10 секунд правда ну да ладно но суши да такие бывают особи но потом адрес кевин сказал вилкой в глаз или в жопу раз и он взбесился и чуть нам дверь не выдал да я тебе тоже это хотел сказать но я его остановил потому что я знаю что будет после этого что вот ответил я слушай я ненавижу такие шуточки короче и как-то по-дебильному кивин любит он он сам по себе дебил тоже это кстати он обиделся что кто видимо винди года я не знаю то есть ты говорил что они умеют убежаться все такое но похоже и правда они начинают развиваться причем очень быстро смотри я вот читал что ты писал про то что они запоминают голоса вот твой голос он запомнил один который четырехметровый где-то здоровый но он так нас и не увидел ты еще писал что видел как мы замерли но почему ты тогда к нам не подошел ты ходит хотел чтобы я начал с ним сражаться или чё понимаешь вот как раз таки вот это четырехметровая тварь я не знаю ты да да даже не представляешь какой он сильный мне кажется он способен кого угодно замочить как думаешь он еще эту крышу поднять сможет этого дома или нет оторвать как я не знаю но мне кажется попробуйте он принципе может довольно сильно повредит и короче чувак просто на вот вот эту тварь надо просто избегать понимаешь я не знаю его конечно хорошо бы тоже уничтожить ну блин он такой если честно я даже немного боюсь вот скажи вот это самая сильная тварь из всех или нет или есть еще посильнее ну из тех что я видел да надеюсь больше ничего нету вот скажи смотри нас сейчас трое мы теперь сможем противостоять этим тварям то есть мы можем их сжечь убивать делать все то есть мы сейчас можем до оборудовать этот дом как-нибудь и просто выстоять и вызвать как-нибудь подмогу не знаю мы должны отсюда сбежать крис твою мать ребят конечно мы можем можем да но это я тоже знаешь не хочу вас там правливать во все это вы все-таки вообще не при делах тут появились случайные не знаю может у вас там родственники какие-то там ждут вас дома и вами рисковать тоже я не знаю это твое родное место но мы здесь задерживаться тоже не хотим поэтому если мы сделаем все чисто гладко и идеально то мы сможем освободить это место от этих мразей и сами домой свалить а в худшем случае но сам знаешь что будет поэтому я думаю стоит начать как-нибудь оборонять это место или сражаться с этими мразями кстати ты ближайшие места насколько знаешь или ты вырос здесь я не знаю слушайся честно как-то я не знаю сложно сказать как будто в тумане знаешь все вот непонятно да я здесь сколько помню себя я все время был здесь и мои родственники и в общем но как будто как будто это мне не родное вот каждый раз когда здесь нахожусь вот в этом доме в том доме неважно я не чувствую себя дома понимаешь странно черт есть какие-нибудь предположения по поводу искоренения этих мразей может у них есть логово или тип того да короче есть одно место знаешь скорее всего это что-то похожее на логово я часто там замечал скопление этих тварей поэтому скорее всего да может они просто там питаются но стоит стоит проверить вообще я знаешь завалил все возможные выходы отсюда из этих пещер как раз вот есть до выходы из пещер то есть стоп кевин помнишь мы были были в одной из пещер даже в двух пещер мы бы мы были с кевином в двух пещерах одна рядом с железной дорогой там где где-то два домика стоят да и лес там одна пещера была завалена то есть проход завален двух местах был и как раз таки на нас с кевином оттуда вылезла одна из этих мразей и я ее пристрелил но черт она была жива я не понимал как мы тогда еще не знали как это а потом мы шли сюда на эту город blackwood пайнс и черт там где мы упали да там похоже снег сошел немного это воронка такая да и там был спуск такой по веревке вниз мы спустились в эту пещеру и там ничего такого примечательного не было но там была книжечка где было написано голод 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 каким-то кривыми руками абсолютно и завалена пещера но их вот возможно да скорее всего это она который вот под нами вот считать но она где-то примерно под надо да 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 все верно слушай то есть а есть вообще какая-то еще не заваленная или типа того то есть по пещерам лазить как я же говорю да есть как раз местечко тут одно возможно это и есть их логово я не знаю но ребят вы предлагаете туда сходить что ли ничего я никуда не пойду вы давайте сами а я пойду посплю короче удачи он переутомился слушай насколько большое это место грунт и там или прочее я немножко шарю пищер все такое странно звучит но в общем я думаю что она довольно не знаю глубокое или как-то сказать в общем я был там разок да когда еще скажи мне тут далеко за чтобы слушай ну я шел минут 20 может быть 25 вглубь и я не видел никаких признаков того что перча пищера заканчивается там примут всякие развилки и прочее вообще знаешь она и вправду довольно большая там просто черт да она огромная короче еще есть там может до пещера там можно я не знаю дом поставить и еще место останется понимаешь и самое интересное то что вот все стены все вот как раз как ты сказал голод голод все исписано и какие-то непонятные обглоданные кости то есть какие-то куски гневлого мяса сыра мерзко черт я тут поверь я там не мог больше находиться я вот прошел и подумал да ну нахер я увидел какой-то что ли похоже что-то на зал какой-то как будто сердцевину от этой пещеры да но я не уверен то что это конец или что-то еще но знаешь потом я понял то что короче мне надо просто оттуда убираться когда я увидел увидел тех тварей по 4 метра которые там находились я сразу замер сразу поверью у меня даже в штанах немножко потеплело когда я увидел сколько их там они буквально на стенах наверху где-то чуть ли не на потолке висели и их я не знаю я даже не взялся их всех считать я просто тогда я не знаю думал мне придет конец и к чертовой матери они меня все сожрут и тогда я взял в руки себе и потихоньку просто решил оттуда уйти и с тех пор я туда просто не возвращался что странное место у тебя есть что-то вроде не знаю плана печеры или типа что скажи там что вообще было не знаю шахтера потому что я увидел шахты и по ходу там добывали уголь что-то похоже слушай но я предполагаю что это какая-то как раз таки шахты где люди добывали собственно уголь может какая-то бригада там работала еще что самое главное то что не просто не маленькая там какая-то бригада да может быть какой-то рабочий городок или что-то еще в таком духе было стоп а ты вот говорил что люди из ближайших поселков деревень да они типа стали этой хренью как думаешь могли ли они все мутировать и сбежаться в одно логово сидит я не знаю ты вообще находил кого-нибудь похожего например на кого-нибудь из людей которых ты знал там не знаю нет суши я вообще не помню что кого-то видел и это очень странно все что я помню это я очнулся и я просто искал своих знакомых но никого не нашел я пытался я искал поверь но нифига просто ничего пустота как будто все исчезли понимаешь и потом я начал постепенно встречать но что похоже было нет странно все это жесть как странно мы ссымся того что эти твари ходят здесь и стучат на двери оказывается под нами целый город этих сук это точно чувак это уму непостижимо скажи стоп крис нам необходимо просто нарисовать план этой этой чертовой пещеры мы не знаю я бы завалить его образ сук всех сжечь либо стоп тут же много всяких заброшенных зданий да в округе это же вокруг blackwood points уже есть какой-то завод по производству динамита я слышал ну типа военных для военных действий где-то не знаю там я вот я говорю я интересовался этой горой и перепродавали много раз но твою мать тут же поблизости есть что-то похожее военные объекты какие-то может там что-то есть да и скорее всего есть я честно говоря сам не уверен потому что как-то не знаю ну к не каждый день знаешь ходишь на военные объекты поэтому как но ты же черт вот ты же писал много всего про них и черт ты даже знаешь про их логово ты знаешь где где они все живут черт это звучит как бред но блин это на самом деле интересно и страшно одновременно осознавать то что под тобой сейчас спят куча этих тварей на потолках пожирают там останки чьих-то тел твою мать не знаю надо чтобы этому пришел конец и чёрт надо как-то смываться с этого места потому что здесь долго находиться то и нельзя слушай ты хочешь избавиться от них или просто уехать скажи мне я не знаю потому что смотри я например не хотел бы что у вас случился какой-нибудь апокалипсис вот этих вот венди или чтобы если они расплодятся то но это будет жесть по моему многое если они заполонят большую площадь я думаю доберутся до знаешь до какого из города да вот я про что игра перекусают всех кстати перекусают а укусы от них не заражаются слушая вот меня уже как бы пару раз кусали не сильно но как видишь я вот здесь стою и вроде на человека похож да и вообще ты говоришь там куча четырехметровых сволочи может у никак улей типа есть они как-то знаешь еще страну пучкуется все как будто к реально какие-то звери хотя хотя это люди или были по крайней мере они умные они могут рассуждать они могут за по моему не может могут даже не записать они же пишут он ты сам говорил типа голод голод они же они же пишут в тетради мне казалось кином чуть не наебали понимаешь те что от начальной стадии да может есть такое у меня подозрение что чем они дольше пребывает в таком своем состоянии тем они более животными становятся что ли ну и конечно умнее да но можно может и пишет может и нет еще блин черт забыл на фотографию там короче снизу забрать одно хотел фото фотографии которые фотоаппарате на в лесу которая смотрит да так она же у меня чувак смотри вот она смотри охренеть да я тоже первый раз обосрался с кивин вот черт не страшно же это херня а а